всем привет в эфире дети большого толка программа с интересными фактами яркими сюжетами и путешествиями весь мир от барнаула алтайского края до просторов космоса у рыб есть уши но они спрятаны внутри головы они похожи на наши уши но у них нет ушной раковины внутренние уши рыб помогают им слышать звуки в более узком диапазоне частот включая низкие частоты а еще рыбы могут слышать не только ушами но и всем телом у них есть специальные органы чувств по бокам они состоят из множества чувствительных клеток эти клетки воспринимают колебания воды вызванные звуками зубы это бывшие чешуйки давным-давно когда рыбы еще не имели челюстей у них были крохотные чешуйки они были похожи на зубы со временем чешуйки стали больше и крепче и они начали перемещаться в рот рыбы там и остались акулы старше деревьев они появились на земле не менее 400 миллионов лет назад когда на планете еще не было деревьев акулы пережили динозавров акулы это настоящий супергерой и они продолжают нас удивляет своими способностями удивительно наши зубы такие же крепкие как у акулы их эмаль состоит из тех же минералов и белков что эмаль акуль из зубов это означает что наши зубы способны выдерживать сильное давление и удары хингуэ сальменикола это крошечное существо которое живет в жабрах лососевых рыб она маленькая всего 8 миллиметров и самое удивительно что она не дышит он получает энергию от бактерий которые живут внутри него это позволяет ему жить без кислорода о чем думаю школьники вот если подойти и спросить то можно узнать мнение по любому вопросу например каким будет мир через сто лет или умеют ли кошки читать мысли или что будет если в мире исчезнут деньги да дети умеют думать и рассуждать как вы уже догадались впереди рубрика опрос если бы дети могли вести бизнес то чем бы занималась твоя фирма знаете я очень люблю всякие молочные шоколады молочные коктейли я думаю я бы делал их мороженое люблю такое холодненькое меня предлагает медицина если говорить о масштабности то я бы хотела свою клинику иметь я бы вот наверное я снимал какие какие-то бы ролики по футболу там вот я бы честно хотела быть тогда дизайнером имеется каким дизайнером это честно я точно не скажу но это был бы дизайнер одежды но моя фирма бы занималась ну там ролики бы снимала в youtube но моя фирма занималась изготовлением изделий ручной работы из бисера либо же пряжи из бисера скорее всего я бы делала броши ожерелье кольца серьги и фигурки а из пряжи игрушки король инструментов знаете о ком это сейчас подскажу этот инструмент размером с трехэтажный дом хотя бывает из четырех и даже с пятиэтажный а еще он может заменить целый оркестр играть за флейту и габой и за другие духовые но при этом у него есть клавиши конечно это орган инструмент этот дорогой и сложный в использовании если в городе есть хотя бы один такой инструмент уже можно гордиться орган музыкальный инструмент который называют королем музыки грандиозность его звучание выражается в эмоциональном воздействии на слушателя не имеющим равных кроме того самый большой в мире музыкальный инструмент орган и у него самая совершенная система управления его высота и длина приравниваются к размеру стены от фундамента до крыши в большом здании храме или концертном зале здесь в алтайской филармонии высота органов три этажа число его труп 3000 штук этот орган старше чем любой из наших юных журналистов большинстве случаев именно в католических храмах и обычно он стоит у нас на втором этаже почему именно на втором этаже в храме он стоит для того чтобы прихожане которые сидят в зале непосредственно не отвлекались на инструмент не отвлекались на звук и думали о высоком то есть организм настраивает их на вот это вот восприятие духовного три клавиатуры множество кнопок регистры а еще педали которых очень очень много так много что существуют даже педальные упражнения то есть музыка написанная специально так чтобы играть только ножными педалями а руки при этом свободны те трубы что мы с вами видим нам проспекте инструмента это не основная часть основная часть находится непосредственно внутри для изготовления труб служит дерево в первую очередь дающий мягкую звуковую окраску и металл обогащающий общее звучание инструмента у нас бывают два вида труб металлические они могут быть сделаны из сплава различных металлов олово цинк медь от этого зависит их звук и темперальные характеристики так и деревянные я покажу чуть позже на данный пример я вот принес вам металлическую трубу это так называемая язычковая труба ее принцип действия достаточно простой у нас здесь так называемом сапоге есть маленький язычок он похож на такую металлическую пластинку которая от воздействия воздуха начинает вибрировать и соответственно издает определенный звук мы работаем когда с органом мы настраиваем когда инструмент мы перемещаем вот этот вот так называемый костыль если простым языком изменяя его высоту тона делая выше или ниже язычковый регистр у нас обычно самые громкие они исполняют обычно какие-то сольные партии деревянные трубы у нас обладают более матовым звуком немножко тише и как вы видите они это не такой круглой формы а квадратные формы они целиком сделаны из дерева а для настройки например используется крышка которая может смещаться вверх или вниз это не язычковая труба так называемая лобиальная то есть от слова labium латинского что переводится как губы или рот у нас есть что-то похожее на роту этой трубы то есть через нее воздух подается растраивается эта труба абсолютно таким же образом то есть сдвигая крышку вверх или вниз это у нас например труба флейтовая то есть она напоминает нам по своему звуку то как будто бы человек играет на флейте язычковые трубы например гобой или фагот напоминают нам соответствующие инструменты в симфоническом оркестре в принципе как бы регистры и тембра органа собраны ну если так можно выразиться как будто бы симфонического оркестра то есть орган благодаря разным конструкциям труб которые находятся внутри него может показывать абсолютно огромный спектр красок и различных инструментов орган это целый симфонический оркестр он может имитировать звучание флейты сейчас мы с вами посмотрим потом в органе есть тембры которые имитируют непосредственно духовые инструменты кстати наши журналисты задумались как звучит самая низкая нота и на что она похожа а так выглядит внутренний мир органа красивый и живой ведь звук этого инструмента меняется даже от времени года и погоды на улице настолько чувствительно дерево точно также тонко настраивает орган и настроение слушателя но высокая вечная и прекрасная советуем всем посетить государственную филармонию алтайского края и послушать концерт органной музыки нашей программе и замечательная рубрика рецепт шедевра не юные журналисты приходят гости к настоящим художникам и вместе учиться рисовать так что усаживайтесь поудобнее сейчас будет мастер-класс вот это я делала обложку здесь же добавляется шрифт вот вся информация и обложка рисуется сразу вот таким цельным листом а потом из нее получается вот такая книжка которую как раз таки вот видите вот эта вот иллюстрация цельная она вот проходит у нас и на корешок и на заднюю сторону и на переднюю сегодня мы в мастерской у алены милосердовой вернее даже в ее студии рисования алена не просто художник она еще и дизайнер и иллюстратор ее персонажами украшены страницы обложки книг а еще яркие праздничные коробочки и упаковки алена умеет рисовать как на планшете электронным стилусом палочкой так и любыми красками карандашами ручками она старается делать это в любую свободную минуту а вот здесь это я гуляла с коляской с ребенком рисовала на улице прохожих там вот собачка бегала вот это вот улица я на скамейке сидела рисовала тут тоже разные прохожие вот еще прохожие тоже рисовала всяких разных собачек и пыталась передать характер принцип студии рисования алены давать детям сразу множество инструментов для творчества то есть рисовать мы будем сегодня акварелью но не только акварелью и мы с вами будем сегодня красиво декорировать и возможно можно будет золото туда же добавить начинаем заполнять лист раз он у нас вытянут вверх то и зайчики будут такими же не мельчим я сделаю вот такого немножечко как будто задумчиво и что остается у нас еще сделать лапки допустим вот так вот и сделаем и у нас в них как раз таки будет наша чашка чашку мы тоже помещаем туда в лапки зайчику вот наши юные журналисты очень стараются и у каждого получается свой неповторимый зайчик ведь от формы глаз расположение носа и широты улыбки меняется характер персонажа пришла пора рисовать фон смотрите я взяла черный но чтобы фон был максимально красивый он должен быть акварельный это значит что он должен быть цветным допустим после черного ребят посмотрите тоже на меня потом мы будем рисовать пока что убери кисточку смотрите допустим после черного я беру синий и прям сюда же добавляю а смотрите как краски смешиваются красиво я вот так вот видите не смешалась а подгоняю и они прям начинают переливаться можно даже друг синим вот так вот сделать крапинки в черном и смотрите какие они как звездочками начинает растекаться классно метод называется по сырому потому что акварель любит много воды сначала большой кистью нанесем воду а потом будем использовать темные цвета как в космосе чтобы рисунок быстрее высох мы будем включать фен так не нужно ждать целые сутки можно управиться за несколько минут ну и переходим к самому интересному раскрашиваем зайчика прозрачно-желтым чтобы он сиял на темном космическом фоне и декорируем наши работы будем использовать цветные карандаши маркеры и корректор а также гелевую ручку рисуем цветы золотые звезды и веточки и другие детали смотрите что получилось скаты не видят что едят потому что глаза у них находится сверху а рот снизу но это не значит что они не могут найти себе еду скаты отлично слышат и чувствуют запахи поэтому они могут легко найти себе пищу байкал это дом для животных которые больше нигде в мире не встречаются 80 процентов из них почти 4000 видов животных обитающих в байкале являются эндемиками то есть они встречаются только в этом месте байкал это уникальная экосистема вы знали что рыбы тоже кашляет иногда жабры рыбы попадают мелкие частицы чтобы избавиться от лишнего рыба кашляет прям как человек рыба резко втягивает воду в жабы а затем резко ее выпускает индонезии есть настоящие герои сомики они питаются грязью и помогают людям очищать воду эти рыбы очень прожорливы и могут очистить много воды в индонезии специально выращивают самов для очистки когда они подрастают их выпускают специальные резервуары панцирь морского конька это его скелет который состоит из костных пластинок соединенных между собой панцирь помогает ему оставаться вертикальном положении морские коньки похожи на коня и имеют хвост чтобы прикрепляться к водорослям на сегодня это все наша программа уже работает над новым выпуском так что увидимся через неделю а пока набирайте сил и витамина d больше гуляйте учитесь готовить и угощайте близких рисуйте и творите с удовольствием радуйтесь каждому дню пока пока до встречи